welcome to marina k класс дорогие друзья добро пожаловать на мой виртуальный урок мы продолжаем путешествие в русский английский сегодня вы в очередной раз убедитесь что знаете очень много английских слов и многими из них пользуетесь причем весьма активно вы уже знаете что я люблю совмещать приятное полезное поэтому когда я гуляю по городу я стараюсь сделать фотографии вывесок магазинов рекламных вывесок все что связано с английским языком на прошлом уроке мы познакомились с такими литературными приемами как транслитерация и практическая транскрипция сегодня разберем смешанные вывески попутно вспомним правила чтения познакомимся с суффиксом why поговорим о погоде и узнаем что скрывается за названием некоторых автомобилей не знаю чем руководствовались владельцы этого учреждения но вывеска у них mouse house то ли имели в виду размер крошечный как мышиный домик то ли это отсылка к диснеевскому шоу театр мауса или дом мауса в котором происходило шоу в шоу скорее всего здесь отсылка все-таки к шоу дом мауса потому что сеть mouse house позиционирует себя как семейное учреждение где можно развлечься и поесть но нам это не важно главное мы пополнили наш словарный запас mouse мышь house дом mouse house мышиный дом норка самым интересным для изучающих язык здесь конечно является чтение букв сочетание букв оу-ю этот звук также произносится как дифтонг оу мы его изучали на прошлом уроке первый звук произносится а на второй звук у вы начинаете его произносить но как бы вам лень становится вы бросаете все ау ау и на у бросили получается mouse house about noun cloud out где-то похоже на белорусское взял взял вот так взял взяв непонятно то ли у то ли вы взял запомнили оу-ю дают дифтонг ау легкий где первый звук а произносится а у как будто потеряется путешествуем дальше какая польза может быть от слов на этой вывеске сам солнышко солнце если прибавить к слову суффикс вай то у нас получится сами кстати н удваивать потому что перед буквой н краткий звук а сан запомните это правило всегда будет удвоение если перед этой согласной короткий звук там а и о самое интересное что с помощью этого суффикса можно получить очень много прилагательных которые описывают погоду wind ветер прибавили windy ветреный cloud облака прибавили вай cloudy облачно rain дождь rainy дождливый storm ураган буря stormy погода с ураганом icy скользко snowy снежная погода и так далее поговорим о погоде what's the weather like today какая сегодня погода можно добавить город который вас интересует what's the weather like in london today пробуем я задаю вопрос а вы отвечаете what's the weather like today отлично теперь вы мне можете задать этот же вопрос и я расскажу о погоде в моем городе ваш вопрос it's rainy it's cloudy it isn't sunny отца можно еще сделать производный если добавить к слову sunshine светить получится sunshine солнечный свет если добавить rise подниматься получится sunrise восход set падать опускаться sunset закат заход солнца sun light солнечные лучи вывеску этой торговой сети многие знают но теперь вы еще и понимаете что sunlight это солнечные лучи если научиться видеть базовое слово или корень слова то половина новых незнакомых слов для вас будет открываться быстрее вам легче будет запоминать новые слова и вы сможете обогатить свой словарный запас это очень хороший прием например сегодня мы начали со слова са сделали производная сами солнечный добавили к нему четыре слова и у нас сразу в арсенале 6 слов с корнем сам возьмите этот прием себе на вооружение тогда вам не надо будет каждый раз залезать словарь в поисках перевода слова переходим к слову land земля суша почва произносится звуком про этот звук я очень много рассказывала такого звука нет в русском языке уделите ему внимание предлагаю взять слово land за основу и также пополнить свой словарный запас через его производные причем некоторые у вас тоже на слуху это марки знаменитых и весьма популярных автомобилей производители вкладывают всегда очень глубокий смысл название своего авто потому что название отражает характер автомобиля перед покупкой очень полезно узнать что же прячется за названием чтобы понимать какого железного коня вы приобретаете land rover land rover состоит из двух частей land земля рово странник скиталец бродяга пират понимаете какой характер у этого автомобиля следующий автомобиль land круизер land земля круизе крейсер круизный лайнер круизное судно вот уж точно название говорит само за себя сухопутный лайнер и не очень популярная китайская модель land wind русские буквы уи обычно передают английский звук который записывается буквой w wind ветер порыв ветра получается что land wind наземный ветер наша прогулка завершается звуки повторили о погоде поговорили характер некоторых автомобилей разобрали словарный запас пополнили буду признательна за ваши лайки за ваши комментарии нажимайте на колокольчик чтобы быть в курсе всех новых видео не забывайте подписываться поделитесь видео если оно было для вас полезным а я с нетерпением жду вас на следующем уроке by